Девушки отдыхают В этом году испытана самая мощная в мире вакуумная авиабомба. Силой взрыва 45 тонн в тротиловом эквиваленте. Ее заряд, включивший прозвище «Отец всех бомб», в 4 раза превысил западный аналог. Сегодня в случае агрессии российские вооруженные силы готовы ответить на нее и более разрушительным оружием. В условиях жесткого финансового дефицита было принято единственное важное решение, основную часть денег направить на поддержание потенциала стратегических сил сдерживания. Один из самых защищенных компонентов стратегических ядерных сил – атомные ракетные крейсеры, которые несут боевую службу в океанских глубинах. Торетически служилось так, что и сегодня основное ядро морских стратегических вооружений составляет подводные лодки. Почти полвека подводные ракетные атомоходы охраняют российские морские рубежи. Вместе с ракетными войсками стратегического назначения и дальней авиации атомные подводные крейсеры гарантируют безопасность нашей страны. В ответном залпе, например, только одна подлодка проекта 667 БРДМ способна уничтожить до 160 целей, каждая из которых равна половине Нью-Йорка. Эти корабли были созданы в Санкт-Петербургском ЦКБ МТ «Рубин» о самой большой серии отечественных ракетоносов. И о Сергее Ковалеве, главном конструкторе морских стратегических сил страны, впервые расскажет наш фильм сегодня. Громоверцы Посейдона. Декабрь 1983 года. США. Нам безразлично, любят нас или нет. Нас должны уважать. Президент Рональд Рейган официально объявил, что оборонный потенциал Советского Союза, который он назвал империей зла, будет превзойден. В дополнение к программе «Звездных войн» в Европе началось размещение американских ракет средней дальности «Першинг-2». Всего за 8 минут они могли поразить все командные пункты и стартовые позиции западной части СССР. Советские военные доложили главе страны Юрию Андропову, что этого времени катастрофически недостаточно для перехвата ракет и нанесения ответного удара. Он прекрасно понимал, что, так сказать, мы несколько отстали в разработке с ракетами, так надо хоть упредить противника, чтобы можно было обеспечить своевременно предупредить и своевременно принять решение. Исходя из этого, в 1984 году Советский Союз ввел на территории стран Варшавского договора 30 оперативно-тактических ракетных комплексов «ТЭМП-С». На боевое дежурство у североамериканского континента заступили дальние бомбардировщики Ту-95 с крылатыми ракетами на борту. Но главным ответом стало развертывание у берегов Америки подводных крейсеров стратегического назначения проекта 667. В подлетное время их ракет до территории США стало таким же, как у першингов из Европы до СССР. Они вытянули самый напряженный момент холодной войны. У них нагрузка была потрясающая. То есть лодка приходила, сажали второй экипаж опять в море, в море, в море, в море. Стратегические подводные ракетоносцы ликвидировали преимущества США в наступательных вооружениях. Все они были созданы академиком Сергеем Ковалевым. Американцы поняли, что, в общем-то, мы их, так сказать, вот этим видом оружия, так сказать, придавливаем. Сергей Никитич, сын и внук морских офицеров, с детства мечтал о море. Свой профессиональный выбор строительства субмарин он сделал еще в годы войны. В Средней Азии, в городе Проживальске, туда юноша эвакуировался из блокадного Ленинграда вместе с кораблестроительным институтом. У эвакуированных ленинградцев была навязчивая идея, как можно с карьерой вернуться в родной город. Поэтому в 1943 году выпускник Сергей Ковалев выбрал самое близкое к родному городу место работы, эвакуированное в горький ленинградское ЦКБ-18. Позже его переименовали в Бюро морской техники «Рубин». К тому времени, по проектам знаменитого КБ, было построено около 350 субмарин. Уже на первых порах Сергею Ковалеву поручили конструкторское сопровождение фронтовых щук, малюток и эсок. И даже работу над прообразами послевоенных подлодок. Руководитель бюро Алексей Антипин сразу заметил энергичного инженера и в 1947 году, после возвращения КБ в Ленинград, зачислил его в свою группу. Ей поручили выполнить ответственное задание правительства в Германии. Мы, подводники, занялись разработкой, по идее инженера Вальтера, подводной лодки с большой скоростью подводного хода. Такие субмарины должны были стать ответом советского флота на развертывание у берегов СССР американских авианосцев. Проекту будущей подлодки присвоили номер 617. Ее уникальность состояла в новом двигателе, перекисно-водородной турбине, которая позволяла достигать небывалой по тем временам скорости 20 узлов. Бурное развитие советского ВМФ в середине 50-х вдохновило кинематографистов на создание художественного фильма «Тайна двух океанов». В нем экипаж фантастической субмарины «Пионер» уничтожает секретную базу западных спецслужб. В феврале 1955 года скоростная подлодка 617-го проекта была спущена на лодку. Для Сергея Ковалева, назначенного главным конструктором, эта работа стала первым этапным событием в творческой биографии. Тогда противостояние между Западом и Востоком обострилось. После принятия блок НАТО Западной Германии, социалистические страны даже подписали Варшавский договор о коллективной безопасности. Когда началась холодная война, американцы окружили нас базами, на которых стояли самолеты, на которых были размещены атомные бомбы. Мы должны с чем-то были ответить. Не могли находиться все время под прицелом. Но создать авиационную такую же группировку, и где-то забазировать вокруг Америки мы не могли. Единственный советский дальний бомбардировщик Ту-4 не имел достаточного радиуса действия. Межконтинентальные ракеты еще только разрабатывались. И только подлодки, способные скрытно пересекать океаны, имели шанс донести ядерные заряды до американской территории. Мы вошли в жизнь, где как минимум три технических революции было. Атомная энергетика, о которой мы ни ничего, ни абсолютного представления не имели. Ракетная техника и электроника. 26 января 1954 года, по инициативе будущего главного ракетного конструктора страны Сергея Королева, было принято постановление правительства о работах по вооружению подводных лодок баллистическими ракетами дальнего действия. Отработка баллистических ракет и применение их на подводной лодке производилась сперва на дизельных подводных лодках. Дизельные подводные ракетоносцы 611-го и других проектов заложили основу морских стратегических сил страны. Уже в конце 50-х они вышли на боевое патрулирование. Но для подзарядки аккумуляторов и запуска ракет им необходимо было всплывать в надводное положение и близко подходить к побережью США. Все это сопровождалось большой шумностью, и субмарины легко обнаруживались вероятным противником. Выход подсказали атомщики во главе с Анатолием Александровым, которые уже создали первый реактор. Атомная подводная лодка, в отличие от подводной лодки дизельной, на самом деле имела неограниченный диапазон и неограниченное время плавания в подводном положении. В 1959 году США объявили о начале программы «Паларис». Вокруг побережья Советского Союза были намечены позиции атомных подводных ракетоносцев НАТО с сотнями ядерных ракет. Инициатором этой программы выступил адмирал Рикаго, который мечтал о полном стратегическом превосходстве Америки на море. Ответом КБ «Румин» стало создание еще более мощных кораблей. Этот проект вновь возглавил Сергей Ковалев. Всего за 13 лет после окончания института он сумел стать главным конструктором и вскоре заслужить звание Героя социалистического труда. Но холодная война подвергала его талант все более тяжелым испытаниям. Совершенно секретно. 20 июля 1960 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому. Новейшая американская атомная подводная лодка «Джордж Вашингтон» впервые в мире выполнила стрельбу двумя ракетами «Поларис А-1» из-под воды. Интервал между стартами составил 3 часа. Обе ракеты поразили условные цели на максимальной дальности 2220 километров. Это позволяет подобным субмаринам держать под прицелом все европейские и дальневосточные города нашей страны. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал армии Иван Серов. 12 ноября 1960 года произошло долгожданное событие. В состав Советского флота был принят первый атомный ракетоносец Сергея Ковалева К-19. Но он нес только три ракеты с дальностью стрельбы 600 километров. 15 ноября 1960 года по бережью СССР вышла на боевое патрулирование американская атомная субмарина «Джордж Вашингтон». Она несла на борту 16 ракет, которые по дальности почти в 4 раза превышали показатели советского ракетоносца К-19. Стояла задача создать подводную лодку, которая бы могла уверенно подходить к берегам Соединенных Штатов. К тому времени ученик Королёва Виктор Макеев создал уникальную морскую ракету на жидком топливе с дальностью 2500 километров. Она впервые позволяла подлодкам атаковать цели на территории США, не всплывая на поверхность воды. Этим супероружием собирались вооружить новые ракетоносцы, которые получили шифр 667. Мало кто знает, что сначала конструкторы предлагали разместить 8 ракет по бортам лодки в горизонтальном положении. Перед стартом тяжелые 20-тонные изделия должны были поворачиваться на 90 градусов. Была изготовлена даже модель этой лодки для показа ее в Кремле Никите Хрущеву. Но в самый ответственный момент случился конфуз. Демонстрационное устройство отказало. И Никита Сергеевич едко высмеял конструктора. Сам того не ведая, он избавил подводников от сложнейшей и крайне опасной предстартовой операции под водой. После этого Сергей Ковалев настоял на варианте вертикального расположения ракетных шахт внутри корпуса в два ряда. Эта схема позволила увеличить боекомплект вдвое и стала в мировом кораблестроении классической. 4 июля 1965 года в Москве состоялся товарищеский футбольный матч между командами СССР и Бразилии. Тогда советские зрители впервые увидели знаменитого кудесника меча Пиле. Знаменитый форвард из клуба «Сантос» редко уходил с поля без того, чтобы не забить гол. Счет забитых им мечей 999. В те же дни в Крыму новый глава страны Леонид Брежнев впервые выслушал доклад министра судостроения о перспективах развития отрасли. Тема отставания от США была настолько важной, что на свещании пригласили и главного конструктора подлодок Сергея Ковалева. Он смог убедить высшие руководства страны в реальности создания атомной субмарины с 16-ю баллистическими ракетами. Брежнев тут же приказал составить план работы корабелов на 10 лет вперед и обеспечил неограниченное финансирование. В строительстве головного атомохода К-137 Сергей Никитич принимал участие от первого до последнего дня. Такое впечатление, что все испытания, особенно ходовые, он всегда был с нами. Он очень переживал. Для ракетных шахт в прочном корпусе лодки сделали вырезы двухметрового диаметра. Но сразу возникла проблема сохранения ее герметичности в подводном бою с применением ядерного оружия. Для сварки сверхпрочных швов в ответственных местах требовались повышенное внимание и ювелирная точность. Поэтому руководство Северодвинского завода пошло на беспрецедентный шаг. Оно поручило выполнять сварочные работы с женщинами. В итоге одна из них, Евдокия Ночквина, была даже удостоена звания Героя Социалистического Труда. Для увеличения надежности атомных реакторов Сергей Ковалев добился сокращения в них количества трубопроводов и замены нержавеющей стали на титан. Это исключило вероятность радиационных аварий, которые случались на первых ракетоносах. Стержни заглушат реактор. Да, заглушат, но не остановят реактор сами по себе, его нужно охлаждать. Насколько серьезно. Температура будет расти, пока не дойдет до тысяч градусов. И... И... Для повышения живучести корабля, по совету Игоря Спасского, главный конструктор разнес ходовые турбины в разные отсеки. Когда сдавали ракетоносец первого поколения, мы с Ковалевым, тогда он был главный конструктор, я заместитель его первый. Ой, тяжело сдавалось, потому что то одна ломалась, то другое, то третья техника, новая. В строительстве первого мощного атомного подводного ракетоносца приняли участие свыше 300 предприятий-смежников. Не случайно он был создан в невиданно короткие сроки, всего за три года. Уже в ноябре 67-го, к 50-летию Октябрьской революции, головной корабль вошел в состав флота. Позже ему дали имя «Ленинец». Подводный ракетоносец направляется в полигон для проведения практических стрельб баллистическими ракетами. Старт производится с глубины 45 метров. В том, что крейсер впервые научили стрелять ракетами из-под воды, была прямая заслуга и главного конструктора Сергея Ковалева. В конце 60-х годов выход на боевое патрулирование атомных подлодок с баллистическими ракетами открыл новый этап в развитии советских стратегических сил. Вместе с РВСН и дальней авиацией морские ракетоносцы сформировали ядерную триаду страны. Отныне в засекреченных документах Генштаба лодки проекта 667 стали называть РПКСН. Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. Каждый из них теперь мог повлиять на исход возможной войны, доставив на территорию вероятного противника более 100 тонн ядерных зарядов. Лодки с ракетами большой дальности – это мощное средство сдерживания. Они очень хорошо обеспечивают возможность к ответным действиям в любом варианте развития событий. С принятием на вооружение подводных ракетоносцев появилась и новая тактика их использования. Подводка скрытно покидала базу, преодолевала противолодочные рубежи НАТО и патрулировала в заданном районе океана в постоянной готовности применить ракеты. Такую команду могло дать только высшее руководство страны. После ракетного залпа атомоходу предписывалось атаковать противника торпедным оружием. По оценкам Генштаба, на севере и Дальнем Востоке советский ВМФ должен был иметь не менее 30 таких кораблей. Поэтому их строительство, помимо Северодвинска, развернули и в Комсомольске-на-Амуре. Но освоение первых стратегических подводных ракетоносцев шло нелегко. 6 ноября 1970 года, накануне праздника революции, на Северном флоте случилось непредвиденное. На одни сутки мы вышли в море, надо было отстрелять ракеты, выполнить стрельбу и возвратиться в базу. Интересная ситуация заключалась в том, что мне как раз присвоили звание контр-адмирала. Во время пуска из-под воды на одной из новых баллистических ракет крейсера произошла аварийная остановка двигателя. И она не вышла из шахты. Критическую ситуацию еще больше обострило течь в ее топливных баках. Это значит, они уже в таком состоянии, когда взрыв может быть в любое время, грубо говоря. И взрыв на лодке ракеты, вы представляете, что это такое. Значит, надо, первейшее дело, надо быстро слить окислитель. Систему аварийного слива окислителя ракетного топлива впервые смонтировали именно на этом атомоходе. Но не успели ее испытать. И когда экипаж включил новое оборудование, ядовитые пары стали поступать в отсеки. И вот-то начало загазовываться вот этим газом. Мы все уже в респираторах там ходили. Только запустим насос, как негерметичность, и загазовываются отсеки. Выключим насос, опасность взрыва ракеты существует. Несколько часов рискуя жизнями, подводники под руководством будущего главкома ВМФ Владимира Чернавина пытались обезопасить аварийную ракету. Я часа на 4 или на 5 опоздал на свое обмывание звания контр-адмирала. Жена не разговаривает, говорит, даже в такой день у тебя не может быть по-человечески. Я ей говорю, окислитель. Она говорит, а при чем тут окислитель? И так далее. После этого инцидента для повышения безопасности жидкостных ракет КБ Виктора Макеева провело их модернизацию. Кроме того, новый образец получил три разделяющихся боеголовки с увеличенной дальностью. В начале 70-х первые крейсеры 667-го проекта стали основой морских ядерных сил страны. Они совершили 600 боевых походов, проведя под водой в общей сложности свыше 125 лет. Сегодня в строю не осталось ни одного стратегического крейсера проекта 667-А. Но в начале 70-х этот подводный космодром поражал всех. Его высота достигала размеров шестиэтажного дома. Впервые появилась характерная ракетная палуба, скрывавшая ядерный боезапас, и рубочные рули для удержания глубины во время залпа. Резко были улучшены условия обитаемости экипажа. Например, впервые появилось помещение для курения личного состава. В целом, уверенность конструкторов в надежности оборудования была столь велика, что они не побоялись разместить каюты и столовую рядом с ракетными шахтами. Все усовершенствования генеральный конструктор Сергей Ковалев подчинил решению одной задачи. Ежеминутной готовности к нанесению ответного ракетно-ядерного удара. Но американские конструкторы не оставили попыток переломить ситуацию в свою пользу. В марте 71-го в состав ПМС США вошел подводный атомоход «Джеймс Мэдисон» с новым ракетным комплексом «Посейдон». Дальность его стрельбы увеличилась незначительно, но зато резко возросла точность каждой из 160 управляемых боеголовок ракет. Это многократно усилило их опасность. Перед советскими конструкторами возникла новая задача. Подводные крейсеры должны были быть способными наносить дальние удары, чтобы не входить в зону поражения противолодочными соединениями НАТО. Заработали все-таки над тем, чтобы подводная лодка могла производить ракетную атаку, не только подойдя к берегам, а в общем из любой точки Мирового океана. В результате новый модифицированный крейсер 667-го проекта стал самым мощным в мире. Он впервые был вооружен межконтинентальными ракетами Р-29 с дальностью 7800 километров. 26 мая 1972 года президент США Ричард Никсон и глава Советского Союза Леонид Брежнев подписали договор об ограничении стратегических вооружений. И хотя тогда по количеству ядерных боезарядов Америка вдвое превосходила СССР, ее руководство впервые пошло на сокращение числа их носителей. Главными в этом списке оказались именно подводные ракетоносцы Сергея Ковалева. Для советских кораблестроителей это стало сигналом к переходу от количественных параметров к качественным. Мы всерьез занялись шумностью. Шумностью занялась вся страна. Были оснащены новым металлообрабатывающим оборудованием. И государство пошло на эти большие расходы. Решение проблемы потребовало глубоких научных изысканий и заняло десятилетия. Но в итоге акустическая заметность советских подводных крейсеров была снижена в 30 раз. Эта работа, как и все другие, проводилась под жестким контролем ЦК партии и лично секретаря по оборонным вопросам Дмитрия Устинова. 30 декабря 1972 года, где-то в 2 часа ночи в кабинете Устинова, я ему докладывал о том, что головная лодка 67-го Б прямо с завода ушла на боевое патрулирование. Сергей Ковалев сообщил Устинову, что отныне советские ракетоносцы могли держать под прицелом стратегические объекты стран НАТО, даже не выходя из своих территориальных вод. А их боевая эффективность возросла более чем в два раза. За их создание Сергей Ковалев был награжден второй золотой звездой героя социалистического труда. Неожиданно Дмитрий Устинов поинтересовался и бытом подводников. Я ему тогда, помню, сказал, что на лодке условия обитаемости у нас, в общем, не хуже, чем у американцев. Разница, так сказать, начинается, когда приходим на берег. Сергей Ковалев отлично понимал нужды флота, так как половину своего рабочего времени проводил на заводах и кораблях. Поэтому он открыто доложил секретарю ЦК партии о наболевших проблемах подводников. Ведь от их решения напрямую зависело число боеготовых ракетоносцев. В конце 1972 года на Северный флот прибыл министр обороны Андрей Гречко. Он захотел лично проверить боеготовность первого подводного крейсера проекта «667 Буки», которым командовал капитан первого ранга Виктор Фролов. Маршал был поражен боевыми возможностями корабля, вооруженного 12 баллистическими ракетами межконтинентальной дальности. Он сразу спросил, а сколько таких ракет в дивизии ракетных войск стратегического назначения, где у командира генеральское звание оказалось не намного больше, 15. Но здесь, под водой, на атоме, да еще в движении. А почему командир такого корабля не адмирал? И высшие звания, которыми отмечают командиров ракетных дивизий, были введены и на подводных крейсерах стратегического назначения. Повышение дальности стрельбы ракет советских крейсеров «667-го проекта» вынудило американцев искать пути их нейтрализации. В июле 1976 года в состав ПМС США вошла новая высокоскоростная и малошумная подлодка-истребитель класса «Лос-Анджелес». Она была создана специально для борьбы с советскими ракетоносцами и могла незаметно подкрадываться прямо к местам их базирования. Лучшим контроружием против таких субмарин НАТО стали многоцелевые лодки, которые действовали совместно со стратегическими отрывыходами. Первыми отработали эту тактику на Тихоокеанском флоте братья-близнецы Чифоновы. Многоцелевые подводные лодки отрабатывались в качестве охранителей подводных крейсеров от воздействия противника. Я был одним из первых, который ходил на боевую службу в охранении многоцелевой нашей подводной лодки. Она выполняла задачи, как брат сказал, обеспечения и охраны. Отныне каждый выход в море стратегических крейсеров превращался в масштабную операцию флота с участием противолодочной авиации и надводных кораблей. И главное свойство этих комплексов это скрытность. Слишком много поражающих факторов мы несем в своем прошлом корпусе, чтобы им можно хоть как-то было рисковать. Сергей Ковалев упорно проводил модернизацию своих подводных крейсеров по мере совершенствования межконтинентальных ракет. Но рост числа боеголовок на них приводил и к резкому увеличению водоизмещения кораблей. Строить такие подлодки с новым индексом БДР уже мог только Северодвинский завод. Поэтому, чтобы сохранить баланс сил между хватами, главный штаб ВМФ разработал секретную операцию по переводу новых ракетоносцев с севера на Дальний Восток. 3 августа 1980 года завершилась Московская Олимпиада. Международная обстановка была настолько напряженной, что ее бойкотировали 5 стран во главе с США. А болельщики, они конечно же страстно желали победы своим спортсменам. Они приветствовали земляков. И наши любители спорта, и французы, и итальянцы. Рекордное число золотых медалей, 80, завоевали советские спортсмены. Через три недели после закрытия Олимпиады началась секретная операция по переброске новых советских подлодок на Тихогенский флот. Ракетный крейсер К-223 Дмитрия Новикова покинул базу на Севере и, обманув противолодочные силы НАТО, внезапно ушел под лед. Спустя несколько суток он вышел на боевое патрулирование в Тихом океане, совершенно неожиданный для американцев стороны, через Берингов пролив. Поход с Новиковым был тяжелый. Очень была тяжелая ледовая обстановка. Выходить в Чукотское море приходилось, можно сказать, на пузе. Глубина места до чистой воды 50 метров. И подсовывая сверху до 18 метров. Этот поход показал, что огромная ракетная субмарина легка в управлении выдерживает заданную глубину подо льдом с точностью до сантиметра. Главный конструктор Сергей Ковалев мог гордиться своим детищем. Командира крейсера представили к званию героя. А контр-адмирал Лев Матушкин ровно через год провел тем же маршрутом следующий ракетоносец К-506. Интересно, что по прибытии на Камчатку ему приказали тут же вернуться домой, уже на многоцелевой субмарине. Я получил приказание пересесть на подводную лодку проекта 671 РТМ, командира Ушаков, и перевезти ее с ТОФА на север. У меня перед глазами стоит картина. Лодка приходит из автономки, из люка вылезает Матушкин Лева, перебегает поперек через пирс и ныряет в люк другой лодки. По дороге кричит, передайте жене, что у меня все в порядке. В ноябре 1981 года баланс сил между флотами ведущих держав вновь изменился не в пользу Советского Союза. В состав ВМС США была принята первая субмарина «Огайо» с новым комплексом «Трайдон». Она имела на борту в полтора раза больше межконтинентальных ракет «24». Но СССР, который неоднократно предлагал Западу прекратить гонку вооружений, к такому повороту событий оказался готов. Уже через месяц Советский ВМР пополнился первым тяжелым стратегическим ракетоносцем Сергея Ковалева «Тайфун». Этот уникальный корабль был призван заменить предыдущие крейсеры проекта «667», которых они превзошли в три раза по водоизмещению. Их новый твердотопливный ракетный комплекс не уступал американским ракетам «Трайд». Из-за напряженности работы в те годы Сергей Никитич бывал дома еще реже. Моя супруга Тамара Васильевна покойная, она считала, что я вообще всю жизнь дома не был. Совершенно секретно. 20 декабря 1983 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову. В США провели испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования «Бискипер». Десять боеголовок индивидуального наведения условно поразили цели на дальности 9 тысяч километров. После принятия этого комплекса на вооружение по числу ядерных зарядов Соединенные Штаты превысят арсенал Советского Союза более чем в два раза. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал армии Петр Ивашутин. В первой половине 80-х экономика Советского Союза уже стала давать заметный сбой. Поэтому изменение баланса стратегических сил вынудило руководство искать менее затратные оборонительные меры. И вновь Сергей Ковалев не подвел. В дополнение к дорогостоящим тяжелым крейсерам типа «Тайфун» он создал более мобильный и простой в эксплуатации подводный ракетоносец 667 «БДРМ». Стоимость корабля зависит в огромной степени от серийности его. «БДРМ» это поскольку серийный корпус. В модернизированный крейсер, вооруженный лучшими в мире жидкотопливными морскими ракетами, Сергей Ковалев вложил новейшие научные достижения. Уже в 1984 году головной ракетоносец вошел в состав флота. В 1990 году экономический кризис в СССР достиг критической отметки. Руководство страны нашло выход в резком сокращении важнейших оборонных проектов. Кризис, он наиболее остро прошелся по оборонно-промышленному комплексу, поскольку это тот элемент экономики страны, который должен объективно опираться на государственные инвестиции. Мы же государственный оборонный заказ в 90-е годы потеряли фактически полностью. Удивительно, что в необходимости морских стратегических ядерных сил пришлось убеждать не только чиновников-реформаторов, но даже и некоторых генералов Минобороны. Для этого руководство ВМФ подготовило на Северном флоте уникальное учение под кодовым наименованием «Бегемот». Новому атомному подводному крейсеру впервые предстояло выполнить ракетный залп полным боекомплектом. Но в расчете на скорые награды на подлодке вышли в море многочисленные проверяющие, которые помешали ему выполнить поставленную задачу. Закончилось они неудачно. Проводились учения эти стрельбы в Белом море, и корабль не одержался по глубине, и происходили, я знаю, и взрывы в шахте, и взрывы ракеты при выходе. И только 6 августа 1991 года, после тщательной подготовки, в которой участвовал главный конструктор Сергей Ковалев, подводный крейсер К-407 успешно выполнил поставленную задачу. В ходе операции «Бегемот-2» все 16 ракет были выпущены строго по заданной программе. Подобного в мире не совершал никто. Как сказал Ковалев, после выхода последней ракет было бы еще, еще бы выпустили. Вскоре СССР прекратил свое существование. Сергей Ковалев воспринял это событие крайне болезненно. На его глазах стратегические крейсеры были объявлены бременем милитаризма и стали выводиться из строя. В те годы Сергей Никитич находил поддержку в семье и у своих коллег, работая над конверсионными проектами КБ. Несмотря на возраст, именно тогда он всерьез увлекся живописью и поэзией. Он вот за этих внуков и правнуков написал книжку в стихах. Замечательная книга. Там расписаны всякие походы подводных лодок. Пролетел шар много стран. Под ним Тихий океан. Там жизнь подводная кипит. Медузы, рыбы, крабы, кит. Несмотря на трудности, Сергей Никитич не прекратил сопровождение оставшихся в строю кораблей. Он разработал уникальные меры по продлению ресурса эксплуатации крейсеров последней серии 667-го проекта. И стал активным участником создания нового российского подводного ракетоносца Юрий Долгорукий. 13 декабря 2001 года руководство США заявило об одностороннем выходе из договора по пробке. Наблюдение за стратегическими силами России Пентагон ведет с помощью разведспутников, которые различают цели величиной в 15 сантиметров. К 2010 году Соединенные Штаты выведут в космос 24 новых аппарата типа «Дискада». Они смогут обнаруживать замаскированные и даже подземные объекты. Неуязвимыми останутся только уникальные стратегические крейсеры Сергея Ковалева проекта 667-БДРМ, способные укрываться под водой. Сегодня на них внедряются более 80 новейших технических разработок, главными из которых стали ракеты «Синева». Осуществляется серьезная модернизация морских стратегических ядерных сил. Это критическая важная задача, которую решает оборонно-промышленный комплекс наперекор всем скептикам, говорящим о том, что мы утратили технологии, мы утратили возможности произведить конкурентноспособную высокотехнологичную технику. В 2008 году генеральный конструктор ЦКБ морской техники «Рубин» Сергей Ковалев отметил 65-летие трудовой деятельности по созданию самых мощных в мире подводных крейсеров. Национальный герой Америки, основатель ее ракетно-ядерного подводного флота, адмирал Хьюмин Рикоер, говорил, что СССР опасен его стране не способностью создать мощные океанские подводные силы, а системой народного образования. Характерно, что именно в повышении уровня образования и культуры видит пути возрождения России и выдающийся кораблестроитель Сергей Ковалев. Он считает, что это главная стратегическая проблема безопасности и выживания государства. По его мнению, дикарь, даже вооруженный, не имеет перспектив. Считать именно так генеральный конструктор имеет полное право. Ведь Сергей Никитич воплотил лучшие достижения отечественной науки и техники в подводные стратегические ракетоносцы и обеспечил тем самым национальный суверенитет нашей Родины на несколько десятилетий вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова